Игра кошки-мышки. Кошка ловит мышку в лабиринтах АБВ, ну это вот эти. И кошка ходит первой, начиная с узла, отмеченной буквой К. Ну, вроде вот они, отмечены. Затем ходит мышка, ну это узлы точки М. Из любого узла кошка и мышка ходят в любой соседний узел. Если в какой-то момент кошка и мышка оказываются на одном узле, кошка ест мышку. Сможет ли поймать мышку кошка, в общем, в любом из этих узлов? Нет, нет, не в любом. Это три отдельные задачи. Да, три задачи. Начинает кто? Начинает кошка, и все они ходят в узлы. Ну, что можно сказать? В соседний, прошу. Что можно сказать про задачу первую? Если мы будем нумеровать узлы цифрами 1 и 2, ну, раскрасим просто. Раскрасим в белый и черный цвет. То тогда эти две точки попадут под разные цвета. И тогда мышка... Сейчас они под один нападают. Сейчас. Сейчас они одного цвета. Да. После хода одного из разных цветов. Они становятся разных цветов. Потом опять одного, потом разного. И так все время меняется. Да, а из этого следует, что мышка может всегда сходить в другой цвет, после чего кошка просто не сможет сходить в свою распадку. Даже в поддавки в этой игре кошка не может съесть мышку. В смысле, если мышка спрещена на кошку ходить? Да. Нет, мышки... Вот именно мышка может спрыгнуть на кошку и поиздеваться, а кошка мышку съесть не может. Да, не может. Да. Понял. Дальше. Ну, следующая задача, она уже, ну, отличается тем, что мы убрали одну точку, и значит у нас пропадает, уже идея распраски не работает. Следовательно, наоборот, кошка побеждает мышку. Ну, это еще не следовательно. Надо научиться побеждать. Чего. Ну, я могу, в принципе, сказать, как можно. Я один раз пройти по диагонам. Да. Нужно кошке один раз пройти по диагонам. Нет, кошка, конечно, может по диагонали. А как дальше загонять? А дальше мышка просто загоняется в противоположную диагональ. А, я понял стратегию. Значит, смотрите. Сначала, не обращая ни на кого внимания, кошка просто идет вот так. Тогда она поменяла цвет на нужный. А дальше она идет на мышку. А если мышка тоже так пройдет? А мышка не сможет пройти. Да, потому что кошка там рядом стоит. Ну, если мышка там пройдет до того, как кошка, там про ее кошку просто ничего не будет делать. И про ее просто поедут ее... Ну, то есть, смотрите. Мышка тоже пройдет. В некоторый момент, значит, кошка... В некоторый момент может сделаться так, что кошка вот здесь, причем она только что прошла. Да. Значит, итак, у нас картинка. Интересно, как ее рисовать. Раз, два, по высоте три, да? Итак, кошка здесь, причем она только что прошла. И это значит, что если сейчас ход кошки, то мышка должна быть не на расстоянии два, а на расстоянии один или три. То есть, мышка находится в одном из этих вот полей. Ну, давайте посмотрим, значит, понятно, что здесь проблем никаких. Кошка ходит и съедает. Вот, значит, здесь нельзя. Так, а если здесь, в одном из этих мест, что тогда будет делать кошка? Наверное, пойдет вот сюда. Да, и тогда делать... Да, но тогда мышка сюда. А тогда мышка сюда, и все. Отлично. Симметричная тоже отбрасывает, соответственно, эту точку. Ну, это будет понятно. Действительно, просто кошка должна наступать, и мышка уже не успеет сюда добежать. Отлично, а там? Я сказал, что если она от начала туда добежит. Тогда она сама поменяется. Нет, это что нам нужно. Кошка сначала идет вот так. Нет, я говорю, если кошка не успеет добраться. А кошки тогда все... Кошки, кошки... Мышка сама свой цвет поменяла. Нет. На кошки. А-а-а... Хорошая мысль. Мышка может, это самое, готовиться к бою. Но это же легко. То есть мышка берет и идет вот сюда. Ну, кошка просто подойдет к диагонали, мышка сюда. Кошка сюда. Мышка сюда, кошка сюда. И все. Мышка сюда. А, тогда мышка поменяла цвет, и в результате кошки не надо туда ходить. Но она всегда доходится. Ну, а уже с цветом все хорошо, и кошка уже ее загоняет. Да. Ну, непонятно. Да. Да, все понятно. Смотри, дело в том, что им важно стать одной четкостью. Ну да, но мышка же может туда-сюда ходить. Ну, а кошка подойдет туда, немножко уйдет. Она подойдет к кошке. Нет, подожди. Она подойдет вот сюда. Мышка, конечно, молодец, что будет здесь ходить, но тут-то ее съедят. Так, отлично. Что делать в нижней картинке? Ну, а в нижней картинке достаточно просто. Здесь выигрывает мышка, потому что мы можем провести симметрию относительно вот этой оси и ходить симметричными ходами. В смысле? Я не понимаю. Ну, смотрите, кошка сделала ход, мышка соответствующий. Центральная симметрия. Центральная симметрия, да. Так, вы хотите сказать, что картинка имеет центр симметрии, да. Как раз не осевая, не осевая. Центральная. Центральная. В первой задаче мы можем то, что вы сказали. Нет, а смотрите, а если кошка ходит сначала вот вправо, то мышке-то нужно влево пойти, а кошка ее съест. Нет, по диагонали нельзя ходить. Да, в первой задаче, действительно правильно, Паша сказал, тоже можно было обойтись центральной симметрией. Ну, если же тогда второй диагноз был, ну, там, с теорией был. Ну, хорошо, хорошо. 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 Хорошо.